Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. У вас еще день. Всех рад приветствовать в нашем первом вебинаре с Александром в этом году на русском языке, на английском прошел вчера. Поэтому сегодня крайне интересно обсудить рынки, посмотреть эту коррекцию, которая произошла, возможно, обсудить те бумаги, которые просели на текущий момент. Поэтому будем начинать. Прежде чем перейдем уже непосредственно к теме вебинара, как всегда я напомню о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она связана с рисками, с ними нужно ознакомиться, разобраться и только после этого переходить или к трейдингу или к инвестированию. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, скажу несколько слов о компании Admirals. Мы являемся брокером, работаем уже более 20 лет, работаем в различных странах, имеем лицензии также большого количества стран, предоставляем услуги по предоставлению площадки для трейдинга и для инвестирования. В нашем портфеле более 8000 инструментов, поэтому наши трейдеры со всех стран могут найти те инструменты, которые наиболее интересны. Это и американский рынок, и европейский рынок, и также не так давно мы дали возможность покупать американский ETF на нашей иорданских операционной компании. То есть если вы планируете для себя сформировать долгосрочный портфель, то это уже как раз можно сделать. Поэтому со своей стороны всегда рекомендую проконсультироваться с вашим персональным менеджером и подобрать тот оптимальный тип счета, операционную компанию, в которой, исходя из ваших потребностей, будет более удобно торговать. В компании мы уделяем большое количество внимания обучению, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц подключается к нам и делится своим опытом. И для того, чтобы вы всегда также были в курсе предстоящих событий, или если вдруг вы пропустите вебинар, то смогли к нему подключиться. Сейчас я в чат приложу ссылку на наш YouTube-канал. Там, кстати, проходит у нас конкурс. Там можно оставлять вопросы Александру к следующему вебинару, поэтому рекомендую сразу же подписаться, чтобы когда мы загрузим это видео, завтра вы смогли принять участие в конкурсе и оставить ваши вопросы Александру. И также прикладываю наш телеграм-канал, где вы будете получать оповещения о всех вебинарах, которые у нас проходят, и свое время на них регистрироваться, ну и, соответственно, их посещать. О чем мы поговорим сегодня? Мы, как всегда, традиционно разберем ключевые рынки, S&P 500, DAX, евро-доллар, золото, нефть. Подведем итоги конкурса. Да, у нас несколько видов изменился конкурс, об этом мы поговорим чуть дальше. Также разберем те акции, которые прислали на конкурс. Не все, но те, которые показали самое лучшее движение или самое худшее движение для того, чтобы была возможность также учиться на ошибках. Также хотелось бы услышать мнение Александра в текущей ситуации, то есть примерные ожидания от следующего года, ну от текущего уже года, на что можно ориентироваться. И также у нас будет серия ответов на вопросы, и в конце я также расскажу про индикаторы Александра, которые доступны для наших клиентов в платформе MetaTrader, и также расскажу про правила конкурса. С моей стороны это все. Александр, хочу передать слово вам. Ну, как всегда, вначале скажу, что с нетерпением всегда жду и я, и наши участники наших вебинаров, и примерно за неделю начинают писать, оставлять комментарии там под всеми видео, которые у нас добавляются на YouTube-канал, когда же, когда же вебинар с Александром. Поэтому с нетерпением, да, на ожидаемый вебинар, Александр, передаю слово вам. Спасибо большое, Роман, спасибо на добром слове. Я, извиняюсь, на секундочку отходил от камеры. Я с утра работал, у нас сейчас полдень, я с утра работал в другой комнате, а пришел в кабинет, потому что здесь у меня самый микрофон стоит, и все. И очень холодно, у нас прямо такие настоящие российские морозы в Нью-Хампшире. Я живу в горах, население в деревне 700 человек, тишина, покой, но холодновато. Так что у меня в кабинете стоит от предыдущего владельца дом. Это уж как-то я построил этот дом. Совершенно замечательная норвежская печка, я просто у нее подбросил немножко дров, чтобы у меня, так сказать, язык не примерз, пока мы встречаемся. А что касается контроля над риском, который я слышал, вы упоминали, прежде чем я отошел, так сказать, печку топить, то мне вспоминается, я был в доме-музее Горького как-то давно, в давнишний приезд по поездку в Россию. Оказывается, у товарища Горького, великого революционера, вообще борца за права человека, у него было шесть слуг, включая профессиональный истопник. Мужик только тем занимался, что летом колол дрова и зимой топил печи. Печи топились из коридора, чтобы он в чистую половину не заходил. Не заходи в комнату, вот из коридора потопили. Такие замечательные революционеры у нас были. Так вот, я слышал, Роман, как вы упомянули, контроль над риском. Коротенькая история из моего очень раннего опыта на бирже. Я еще был таким очень начинающим трейдером, опасным трейдером. И оказался в Сингапуре на несколько дней. И чтобы не тратиться на отель, позвонил, связался со знакомым. Есть мужик, Роберт Ротелло его зовут. Он написал хорошую книжку. И он очень профессионально торговал. То есть он серьезно-серьезно торговал. Был гораздо дальше впереди меня. И ужасный работяга. Я кто-то у него спросил. Роберт, а сколько времени ты примерно уделяешь на работы над управлением деньгами, над контролем риска, определением размера позиций? Он так почесал немножко ореху и говорит. Примерно треть. Это мужик, который работал 18 часов в день. Примерно треть. Для меня это была мистика. Как это можно столько времени уделять контролю над риском? Сейчас, когда я вырос как трейдер, я занимаюсь этим серьезно, ежедневно, профессионально. Я бы сказал процентов 20, наверное. 20 с небольшим. Но его времени уходит на то, что я рассчитываю риски. Рассчитываю риски. И вчера разговаривал с хорошим другом своим. Он хотел чему-то у меня научиться. Я ему говорю, я могу тебе это показать. Но вот это правило контроля над риском. Если ты не будешь ими пользоваться, у тебя сгорит любая система. Включай мою. Контроль над риском абсолютно необходим. Новичков это мало интересует. Вот покажи, где купить. Особенно, где купить. А можно даже, где продать. Контроль над риском очень второстепенный. А на самом деле это абсолютно. Это то, что отделяет профессионалов от любителей. И я надеюсь, мы еще вернемся к этой теме. Но сейчас, как всегда, Роман, вы, наверное, хотите начать с того, чтобы посмотреть какие-то ключевые рынки. Потом мы посмотрим результаты соревнования нашего дружеского за последний месяц. А потом посмотрим, что происходит в рынках сейчас. Пока запускаем. Может быть, вчера было заседание на ФРС. И как у вас ощущение после того, что вчера сказал Павел? Товарищ Павел, у президента федеральной, как называется, председателя федеральной резервной системы. Это человек с самой большой силой в стране, с экономической силой в стране. Он только войну не может объявить. Но в смысле контроля над нашим образом жизни, над экономикой – это самая серьезная позиция. И по закону, я чуть-чуть издалека начинаю, моя проблема. По закону, федеральная резервная система, она состоит, значит, из семи человек во главе с председателем. Это очень испытанные, опытные специалисты банковского дела и экономики. Не обязательно быть банкиром. Которым по закону Америки выставлена такая тройная задача – поддерживать рост экономики, поддерживать полную занятость населения и следить против инфляции. То есть, естественно, если они набросают… Да, и у них есть право, они печатают деньги. То есть, у них не станок, а они электронно создают деньги. У них есть, значит, право создавать деньги из чистого воздуха. Поскольку это очень ответственные люди, так-то-так-то-так-то-так. Себе брать нельзя. Значит, они создают огромные суммы денег и впыривают эти деньги в банковскую систему. Причем, как они ее впыривают? Они не просто им, так сказать, переводы посылают, они банкам говорят. Так, значит, у вас, товарищи, мы купим на 3 миллиарда облигаций, у вас, товарищи, мы купим на 7,5 миллиардов облигаций, ну, а вы мелкие, у вас на 1,5 миллиарда. Вот так вот. То есть, они покупают бумагу, которая лежит у банка. Просто лежит, ну, там груза у банка, и банк получает им за ним какой-то крошечный процент, старые бумаги. Они выкупают у них эти бумаги. И таким образом, значит, банк теряет бумагу, от которой, сказать, ничего они не теряют, кроме этого крошечного процента со старых ремонт, а получают инъекцию капитала. И график, значит, который я показывал вчера на англоязычной встрече, я, можно даже на него взглянуть, или на словах скажу. База капитала, база резервного капитала у Федеральной резервной системы порядка 4 триллионов долларов. Триллион – это тысяча миллиардов. Значит, 4 тысячи миллиардов долларов. Тогда больше, чем всего нашего класса вместе взятого, я думаю. Когда началась пандемия, и экономика стала просто дохнуть вот так вот днями, Федеральная резервная система приняла решение вкатить огромные суммы в эту экономику. И вкатили их за последние полтора года, ни много ни мало, на 4,5 триллиона долларов. То есть они от 4 триллиона поднялись до 8,5. То есть они, значит, скупили вот эти ненужные бумаги у банков, банки получили деньги, а у них, значит, лежат эти триллионы долларов. И вот это было двигателем бычьего рынка 20-21 года. Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, кончался его срок службы, его назначают на 6 лет, и его нельзя уволить. Вот 6 лет только, значит, кончались всего 6 лет, и наш теперешний президент его переназначил. Как его переназначили, Пауэлл резко поменял музыку и говорит, главная опасность в стране в данный момент – это инфляция. Экономика растет колоссально быстро, экономика растет очень сильно в Америке, занятость невероятная, все жалуются на нехватку рабочих рук, безработица, а безработица всегда есть, потому что люди между работами находятся, безработица на исторически низком уровне. Поэтому будем бороться с инфляцией. Как мы с ней будем бороться? Во-первых, мы прекращаем вливание, которое в марте будет последнее вливание. Как только они прекращают вливание, они начинают повышать учетный процент. Говорили, что будут 3 повышения в этом году, уже сейчас говорят 4, а может быть и больше. Но самое главное, они начинают продавать обратно вот ту бумагу, которая у них в резервах лежит. То есть они ее когда скупали, деньги уходили в экономику. А когда они ее будут продавать, то они будут отсасывать эти деньги из экономики. И на вчерашнем выступлении Паул подтвердил, что он абсолютно жестко настроен, очень жестко настроен бороться с инфляцией. И даже если они будут принимать какие-то меры, обычно они ждут ежемесячного собрания, чтобы что-то объявить. Он сказал, что если будет сильно прижимать, они между собраниями начнут повышать, принимать действия, не конкретизировать, принимать действия. Так что Паул совершенно четко показал, что деньги из экономики будут отсасываться, а деньги – это то, на чем поднимается фондовый рынок. Так что это новость. Я вот так вот вчерашнее собрание на личном плане. Я открыл было позиции с утра в SPI и в QQQ, значит, это фонды, которые вкладывают в S&P и в NASDAQ. И где-то за полчаса до этого собрания, потому что после собрания фонды все, рынки скачут, рынки скачут, скачут, скачут. И я после этого, я за полчаса до этого собрания делал все, продал с очень маленькой прибылью и сидел возле экрана, с рукой на клавиатуре, ждал этого собрания. После собрания, значит, резко начался подъем акций. Он захлебнулся минут через 10 и потом весь день шел вниз. Когда он начал захлебываться, я прорвал на понижение. В конце дня я закрыл свои позиции. Вот так вот. То есть моя установка. Мы идем, у нас уже идет, уже идет в Америке и в большинстве стран мира уже идет медвежий рынок. И конца этого медвежьего рынка не видно. Сколько он будет длиться? Три месяца? Мало. Шесть месяцев? До конца года? Я не берусь, ни в коем случае не берусь предсказывать длительность этого рынка, медвежьего рынка, и как глубоко он упадет. Но я с высокой степенью уверенности говорю о направлении этого рынка. И имея вот такое соображение об этом, все мои сделки инфроверированы тем, что в принципе я жду падения. Но в каждом падении бывают всплески. И вот так вот идет такая игра. Где-то продал, где-то купил. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Роман, о вчерашнем выступлении Федеральной Дезерновной Системы. Да, спасибо большое, Александр. С удовольствием. Мы смотрим на график S&P. Это график, который отслеживает 500 самых крупных компаний в Америке. Крупных по капитализации. Капитализация – это берем цену акции и множим ее на количество выпущенных акций этой компании. Это капитализация компаний. Естественно, компания, как Google, как Amazon, у них колоссальная капитализация. Но есть маленькие компании. Так вот, в рынок S&P входит 500 самых крупных компаний, которые представляют из себя 70% всего биржевого капитала в Америке. Это наш главный индикатор. И что мы видим? С левой стороны этого графика, значит, с левой стороны недельный график, стратегическое решение, с правой стороны дневной график, тактическое решение. И, конечно, мы можем, когда занимаемся трейдингом, добавить еще внутренние дневные графики. Но это, так сказать, другая песня. Смотрим на недельный график. Такая широкая горизонтальная линия, которую Роман провел там. Вы видите, был пик цен где-то в сентябре-октябре. Провал обратно, то, что я называю зоны ценности. Это зона между медленной и быстро скользящими средними. И потом цены поднялись до новой верхушки в декабре. При этом посмотрите на МАСД-гистограмму. Пик в сентябре. И в декабре она еле-еле достигла нуля, если достигла. Это была совершенно очевидная медвежья дивергенция. То же самое МАСД-линии медвежья дивергенция. Я начал коротеть, брать на понижение с декабря и вот до понедельника. Рынок обвалился. Причем предсказать точно день обвала невозможно. Потому что обвал – это не экономическое явление, это не политическое явление. Это эмоциональное явление. Когда вот толпа запаникует, будет обвал. И я ожидал, что на этой неделе будет слабый понедельник, потому что в пятницу рынок слабо закрылся. Смотрим на дневной график справа. Кстати, здесь тоже очень хорошо видно этот ложный пролом вверх в декабре. И медвежья дивергенция МАСД-гистограммы. Отсчитываем, сегодня четверг. Значит, последние четыре столбика на этом графике – это недели наши. А перед этим график, который выше этой горизонтальной линии закрылся – это прошлая пятница. Четверг и пятница были очень слабыми. Я ожидал, что понедельник будет очень слабым тоже, потому что есть люди, которые не следят за рынком час от часу или даже день от дня, а они на уикендах занимаются, так сказать, размышлениями. И что вот эти бойцы уикендов запаникуют и наверняка в понедельник начнут все распродавать. Так оно и случилось. В понедельник рынок рванул вниз. У меня было шесть позиционных понижений. Я закрыл пять прибыльно. А на одной я чесал репу, ожидал лучшего исхода. В результате на одной потерял деньги. Баланс положительный, так и так. И сейчас я ожидаю, что этот рынок поднимется, потому что такой резкий спад обычно приводит к ралли, приводит к всплеску. И мишень этой ралли где-то в районе зоны ценности. Образец, который я беру для этого. Если, Роман, если вот вы правый график, можете его щелкнуть, чтобы он на весь экран встал, закрыт. Вот так вот, да? И вот в самой середине этого графика вы видите, что произошло в сентябре прошлого года. Вот для меня это модель того, что я ожидаю сейчас. Как сказал какой-то мудрый человек, рынок не повторяется, но он рифмуется. Значит, я ожидаю не точного повторения, но какой-то рифмы, что-то похожего на это. Рынок пер вверх со страшной силой, он упал, и вот был это, я это называю, хвост кенгуру, когда вот один штрих просто вылезает из ткани рынка. Взлет до скользящей средней, тестирование этого низкого уровня где-то пару недель спустя, и потом начинается новая ралли. И сейчас, я думаю, что-то похожее произойдет с одним различием. Я ожидаю, что вот ралли не будет такой основатель, такой сильной, какой она была в октябре-неябре. Потому что там мы еще жили в бычьем рынке. Бычьер ино кончился, мы в медвежьем рынке. Поэтому ралли, я ожидаю, резкими, но недалекими, а спады продолжительными. Но тем не менее, я ожидаю, что вот донышко, которое сформировалось на две недели. Причем, вы видите, вот какие-то паникеры, мне их и жалко, и смешно. Люди, которые играли, которые продавали на понижение вот во время вот этого колоссального падения. А зачем? Уже падение-то происходит. Готовь зимой телегу, а летом сами, по-моему, говорится. Надо ожидать таких вещей. Или вот даже сегодня. Рынок немножко с утра раз и шваркнул вниз. Выбил предыдущие два дня. То есть сейчас он на подъеме. Типичное поведение рынка. Рынок нащупывает слабость и бьет в нее. Рынок нащупывает паникеров, азартных игроков. Вот такими вот маленькими ложными или большими ложными проколами. То, что вы видите здесь, вот этот штрих, идущий вниз, это хвост кенгуру. И рынки обычно отталкивают. Как кенгуру отталкивается от своего хвоста, так и рынок отталкивается от этого хвоста. Поэтому в ближайшее время я ожидаю повышения. У меня сейчас несколько открытых позиций. Только одна из них на понижение. Все остальные на повышение. Но это очень краткосрочная игра. Вот такой вот рынок СНП. Что еще хотите посмотреть, Роман? Давайте посмотрим на DAX. DAX 40. Получил сегодня e-mail. Я веду с товарищем, с партнером группы биржевиков. Люди соревнуются на лучшую сделку недели. Получил сегодня письмо от одного из наших участников. Кстати, мужик с русскими корнями, который живет где-то в Азии. И он пишет, да, да, американский рынок, так, лов, то, то, сё. Может быть, я лучше в Японии посмотрю, другие рынки будут более интересные. Эта игра закончилась уже много лет тому назад. Скажем, 20 лет тому назад можно было купить Японию, продать Америку. Или купить Сингапур, продать Германию. Рынки ходили как-то под свою музыку. Сейчас в глобальном режиме, в котором мы живем, они немножко отличаются друг от друга. Один посильнее, другой послабее. Но принципиальной разницы нет. И поэтому, ну вот, DAX, да. DAX ослаб раньше Америки. Опять-таки, два ложных пролома вверх на недельном графике. А на дневном графике совершенно замечательный хвост кенгуру на втором пике. И за ним резкое падение. А сейчас происходит режим стабилизации. Опять-таки, вы видите, что сделал DAX. Он выбил нижнюю точку ноябрьского падения. То есть, какие-то умники поставили стопы ниже нижнего. На два цента ниже нижнего, на десять центов ниже нижнего. И разница, одна из больших разниц между любителем и профессионалом. Любители считают, что если рынок пробил какой-то экстремум, то значит, он дальше пойдет. Профессионалы знают на опыте, что большинство проломов таких, большинство выпадов из ниже нижнего или выше-вышнего – это ложные проломы. Потому что рынки всегда нащупывают стопы. Где стоп? Где стоп? Где стоп? Вот этот рынок нащупал стопы, и сейчас DAX готов подняться. Поэтому, если бы я… Я не торгую DAX, мне вполне хватает головной боли в Америке, но если бы меня просили сделать сделку на DAX сегодня, то я только бы купил, не продавал бы. Короткосрочную сделку на несколько дней. Потому что был тест низов, и это был успешный тест. Выбили бедолаг со стопами на один, два, десять центов ниже предыдущей нижней точки. И теперь воздух очистился, можно идти вверх. Кстати, на счет воздуха я на одну секунду отступлю, просто мне нужно в печку заглянуть, чтобы я тут что-то на тихом не встал. Одну секунду, я буквально через пять секунд. Конечно, я пока евродовор включу. Был бы я как советский классик Максим Горький, был бы у меня собственный эстопник. Окей. Что еще хотите посмотреть? Это евродоллар. Евродоллар. Я немного удивлен. По-моему, на одном из наших... Два месяца назад, в ноябре, когда мы проводили с вами этот вебинар, я еще говорил, что я должен послать деньги в Австрию, где я собираюсь кататься на лыжах в марте с группой друзей. И думал, надо бы сделать платеж, заплатить за все 100% вперед, потому что я распознал этот разворот на недельном графике. Недельный график вышел из своего конверта. Но жена говорит, не плати, не плати, а вдруг там пандемия, это все, вся поездка сорвется. Так я и не заплатил. Рад, что послушал жену. Не в первый раз. Потому что вчера был колоссальный обвал на рынке евро. И связанный с политическими событиями. Связанный с политическими событиями. И я не политик, я не могу предсказывать таких дел. И для меня это явилось таким же сюрпризом. Такое резкое падение, как, я думаю, для большинства из участников рынка. И единственное, что я хочу сказать по этому поводу, вот, две вещи сказать по этому поводу. Во-первых, обязательно при трейдинге использовать защитные стопы. Всегда. Трейдинг без стопов, это как вот идти в Манхаттене, в Нью-Йорке, по 5-й авене без штанов. Это можно делать, люди это делают, я это сам видел. Но это некомфортное поведение. Закончится, скорее всего, в Кутузке. И поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, то один из первых вопросов. Для меня это первый вопрос. Первый вопрос, когда я начинаю раздумывать, когда мне кажется, что есть выгодная сделка. Первый вопрос, где я войду? Второй вопрос, где я поставлю защитный стоп? И в последнюю очередь, а какая мишень прибыли? И вот тогда уже начинаю взвешивать, стоит ли одно другого. Но я всегда думаю, где поставить стоп раньше, чем я думаю о прибыльности сделки. Опять-таки, это большая тема, но просто такой совет. Есть прекрасный индикатор, называется Keltner Channel. Называется Keltner Channel или ATR Channel. Они измеряют волатильность рынка. Я уверен, что этот индикатор присутствует в софте Admirals. Полтора конверта. Это очень широкий конверт сейчас на экране. Это конверт, который показывает нормальный размах рынков. Для стопов, конечно, другой конверт. Это или Keltner, или ATR. Так что запишите меня в незнающих насчет евро. Единственное, что я хочу сказать, всегда единственное. Это проломы конверта. Проломы конверта, как правило, показывают, что рынок близок к моменту разворота. И то, что рынок выломился из своего конверта, говорит о том, что, видимо, будет какое-то донышко в не очень далеком будущем. Но импульсная система красная. И на неделю мы днем графику. Значит, покупка запрещена. А играть на понижение, я думаю, уже поздно. Спасибо, Александр. А сейчас вы отвечаете с золотом. Золото упало вчера, но оно упало гораздо мягче, чем евро-доллар. Золото упало вчера после выступления председателя Федеральной резервной системы. Потому что золото поднималось, потому что инфляция в стране – это один из главных двигателей подъема золота. То, что вчера, значит, наш главный командир вылез на трибуну и сказал, что он эту инфляцию будет душить. Он того не сделает за день, за месяц. Дай бог, за год. Но даже не знаю, за год успеет ли или нет. Но душить-то будет точно. И поэтому, значит, держатели золота стали его продавать. Но, смотрите, в отличие от евро-доллара, золото глубоко не ушло. Золото опустилось в зону ценности, в район, где пересекаются на левом графике, в зону пересечения двух скользящих средних. Зона ценности. На дневном графике золото упало ниже этой зоны. Но недельный график, стратегический график, говорит о том, что это не медвежий рынок в золоте, это часть нормальных колебаний. В золоте я бы четко ожидал возможности покупки и пользовался бы импульсной системой. Когда импульсная система, она красная сейчас у правого края, когда она перестанет быть красным, это позволит нам размышлять серьезно о покупке. Спасибо. И завершим наш обзор нефтью. Нефть марки Бранд. Прекрасно. Нефть. На недельном графике импульсная система зеленая, нефть поднимается, и нефть достигла рекордной высоты за много лет. Естественно, это зона, где новички закупают активно, а посидевший трейдер смотрит на дедело и говорит, а не накрывается ли здесь разворота вниз. Почему? Есть пролом вверх выше предыдущего пика, и импульсная система зеленая, поэтому продавать вообще сейчас нельзя, продавать на понижение. Но я смотрю на уровень гистограммы. И даже при очень, если немножко ослабеет нефть, просто станет двигаться медленнее, то гистограмма тикнет вниз. Мы получим медвежью дивергенцию гистограммы, МАСД линий, и уже совершенно четкая дивергенция индекса силы. Посмотрите, как высоко был индекс силы на первом пике, где-то месяц там у нас в августе-сентябре, и как низко он стоит сейчас. Поэтому я подозреваю, что нефть готовится к коррекции в данном случае. Но опять-таки, все по импульсной системе. Дневной график позволяет коротить, потому что импульсная система синяя, но на недельном графике импульсная система все еще зеленая. И вот это режим цензуры, который спас меня от массы плохих сделок. Пока импульсная система зеленая, коротить запрещено. Пока она красная, на любой, то ли на недельном, то ли на дневном графике, пока она красная, заточено покупать. Вот такие дела. Спасибо, Александр. Теперь предлагаю тогда посмотреть те бумаги, которые нам прислали на конкурсе. Кстати, не только бумаги, а сейчас я переключу и открою список. Я уже тоже сделал скриншоты как раз того, как они выглядят с наложением вашей системы, чтобы их было удобнее разобрать, и тоже потом по ним можем посмотреть. Мы смотрим, если я не ошибаюсь, на... Роман, я получил от вас... Одну секунду. Пойду возьму бутылку водки. Нет, не водки, воды. Хрипеть начал. Одну секунду. Конечно, конечно. Да, сейчас пока ждем Александра. Вот перед вами вы видите список участников на конкурс. Подробнее про конкурс я расскажу в конце. Мы собираем от вебинара к вебинару, то есть с момента сегодняшнего дня до следующего как раз заявки на конкурс, и присылаются инструменты. Как правило, раскрою чуть позже. Здесь, соответственно, сейчас видны те инструменты, кто у нас в конкурсе участвовал. Честное слово, не водка, а бутылка пилигрена. Здесь из тех бумаг, которые хотелось бы обратить внимание, ну, во-первых, победитель, который у нас получит книгу с автографом Александра, это шорт по компании INO, тикер Алексей Батищев. Он оставил эту бумагу, и сделка сработала по take profit, и суммарно от точки входа до точки выхода прошла 26%. Второе место – это бумага KMI, тикер порядка 10%, и, соответственно, еще несколько бумаг, на которые тоже хотелось бы посмотреть, которые просели. Это шорт был по компании SKLZ, тикер, и еще одна бумага Fastly, которая была, тоже мы на нее предлагаем посмотреть. Вот, со своей стороны поздравляю Алексея, напишу обязательно в YouTube-канале, как получить книгу, как со мной связаться-то. Вот, то есть это вот краткая таблица участников, но, наверное, самое интересное – это посмотреть, как эти бумаги выглядят уже непосредственно на графике, то есть момент входа в позицию. Вот здесь Александр услышает как раз ваше мнение. Сейчас я переключусь, включу первую бумагу, которая у нас INO, сейчас должно быть видно. И здесь я сразу же наложил как раз недельный, дневной, то есть вот здесь стрелочка отметена, точка входа, stop loss, take profit, да, и то же самое на дневной, да, точка входа, stop loss, take profit. Вот, если, Александр, комментарий с вашей стороны. Это акция фармацевтической компании, которая явно не, сказать, не в ногу со временем. Фармацевтическая индустрия вылазила очень хорошо во время бычего рынка, а эта компания медленно, но верно помирала. У левого края недельного графика цена 33 доллара за акцию, у правого края около 4. То есть акция потеряла почти 90% за полтора-два года. Совершенно четкий установившийся медвежий рынок. На дневном графике, особенно на второй половине, это начиная где-то с ноября и сегодняшний день, видно то же самое. Акция медленно, сказать, или не очень медленно погибает, но обратите внимание на ее поведение. Ралли в зону ценности утопло. Ралли в зоне ценности утопло. И победитель в последнем круге нашего соревнования поступил так, как поступает очень серьезный трейдер по трендам. Недельный график позволяет шортить. Дневной график показывает взлет в зону ценности. МСД гистограмма показывает маленький такой подъем, слабенький. И прекрасный вход. Я не знаю, как он поставил точку выхода себе, но очень хорошо. Все было сделано очень хорошо, очень хорошая сделка. И вы знаете, человек не побоялся закоротить дешевую акцию. Многие люди говорят, что акция такая дешевая, чего ее коротить. Если она падает от 5 долларов до 4, то у вас есть 20% прибыли точно так же, если бы она упала от 500 до 400. Очень хорошая сделка, поздравляю. И вот еще одна бумага, которая была в лонг, KMI, Kinder Morgan, компания. Вот также здесь вот точка входа, take profit, stop loss. Красивый вход на недельном графике. Вы видите, бычья дивергенция МСД гистограммы, бычья дивергенция индекса силы, ложный пролом. Серия ложных проломов вниз. То есть кто-то вот трясет ковер, чтобы стрясти с него слабых держателей акций, заставить их, побудить их продать. И потом начинается подъем. Очень-очень хороший вход. Выход, я не знаю, как была поставлена мешать прибыль, но, очевидно, сработала очень хорошо. Поздравляю. И, наверное, на что хотелось бы еще посмотреть, это как раз бумаги, которые были с самой большой просадкой. Здесь одна это Virgin Galactic. Торговали ее, торговали. Здесь сделка была тоже на покупку. Вот 13.22 вход, 16 take profit, 9.30 выход. Вот здесь, наверное, у меня, на что я обратил внимание, вот, может быть, тоже ваш комментарий, стоп-лосс визуально, ну, и по цифрам, да, сильно больше, чем take profit. Вы знаете, это, как говорится, это зло не так большой руки. У меня есть друг, один из моих, самый успешный из моих студентов. Самый успешный из моих студентов. Мужик, который начал, он инженер-нефтяник, который начал где-то с 304 тысяч долларов, когда он шел с работы и сделал, в последний раз, когда я видел его счета, это было лет 15 тому назад, это было где-то между 5 и 10 миллионами долларов. С тех пор гораздо больше. Очень успешный мужик, совершенно сфокусированный, так сказать, на бирже. И он мне сказал, что он одно время ходил, он жил в Лондоне, ходил играть в клубы, где, значит, играют в казино, есть казино, легальные казино в клубах. И он сказал, что для того, чтобы он стабильно выигрывал, стабильно стал, разработал систему, стал стабильно выигрывать. Я ему говорю, а что перестал, если, он говорит, нерациональная трата времени, ставки не очень большие, там разрешены, а времени уходит масса. Но он сказал, что фокусом, параметром этой игры было то, что проигрыш, стоп-лосс его был шире, чем его тейк-профит в этих казино. Мне тогда это показалось очень странным. Но сейчас то же самое происходит в моей биржевой игре. У меня очень высокий коэффициент успешных сделок, очень-очень высокий коэффициент успешных сделок. Но когда у меня получается просадка, то просадка у меня больше, чем прибыль. То есть одна просадка может съесть две успешные сделки. Вот так вот. Это, ну как бы все говорят, да, вот, значит, мишень должна быть больше, чем просадка. Потенциальная просадка не обязательно, совсем не обязательно. Просадка должна быть там, где ей положено быть, на основании вашего анализа волатильности рынка и ставить свой стоп вне зоны шума, так что я называю. Вне зоны шума. Не зоны, в которые рынок вот так вот входит без особых... Вот он может немножко вверх выйти, немножко вниз. Зона шума. Не тренд, а шум такой, да? Стоп должен быть вне зоны шума. А прибыль я ставлю на основании волатильности, каждому свое. Но при этом очень часто оказывается, что стоп у меня гораздо шире, чем мишень. Другое дело, что я умный поставленный широкий стоп, цены по нему очень редко бью. Очень редко бью. Понял. Спасибо, Александр. И еще одна сделка. Это нетрадиционный взгляд. Нетрадиционный взгляд на вещи. Я знаю, что когда я впервые услышал об этом своего друга, то мне это казалось очень странным и удивительным. А сейчас я так живу. И вот еще одна бумага Fastly, которая здесь была тоже предложена. Возможно, да, на какие-то моменты почему, может быть, сигнал, да, по которым не стоило бы входить в эту сделку, то есть до момента как раз этого принятия решения. Это была сделка в лонг или в шорт? В лонг. Нелегально? Нелегально. Вызываем полицию. Я совершенно, я согласен с вами, Роман. Вы видите сами, почему она была нелегальная. Импульсная система красная. Красная импульсная система запрещает покупать, пока она красная. Импульсная система – это система цензуры. Это не система покупать, продавать. Да, красная продаем, зеленая покупаем. Нет, это примитив. Красная импульсная система говорит, запрещено покупать. И у меня очень часто, просто сильно часто бывает, что я вижу привлекательную сделку, допустим, купить что-то. Я начинаю на нее точить зубы, но при этом я вижу, что импульсная система красная. Либо на дневном графике, либо на недельном. В данном случае, как у этого товарища, она была красная и там, и там. То есть это полный нелегал. А когда действительно возникает красивая какая-то возможность, то я жду, чтобы поменялся цвет. А если цвет не поменялся, то сделки нет. Я вам покажу последний раз, вчера, 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 как колобок. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Вы можете вытащить компанию, называется Rollins. Тикер R-O-L. Роберт Оскар Лима. Если удобно, то я могу вам дать доступ, чтобы вы… Сделайте вы, на вашем экране увидимся так же хорошо. Роберт Оскар Лима. Роберт Оскар Лима. Пока вы ищете вопрос. Rollins. Да, да, да. Насколько поведение СНП отлично от NASDAQ. Но СНП – это как бы уже взрослый человек, а NASDAQ – это подросток. Подросток более отрыгучий. Кто-то спрашивает про введение санкций. Я не знаю, просто не знаю. Я только надеюсь, что не будет этого, что эта заварушка как-то рассосется. Потому что столько будет головной боли с обеих сторон, что никто не выиграет. Кроме одного человека. Откатите этот график, если вы можете, на два дня назад. Дневной график. Чтобы не видно было последних двух дней. Немножко далеко. Чуть много откатили. Нет, только последние два дня убрать. Вот так, наверное, да? Или? Да. Разговаривал с женой. И говорю, что есть колоссально интересная акция на покупку. Колоссально интересная. Замечательная, блестящая, бычья дивергенция. И я готов ее покупать. Но жду двух событий. Двух дел. Во-первых, у них был доклад о доходах. Доклад о доходах. Во вторник после закрытия рынка. Так что, значит, а я никогда не вхожу в сделки, когда я знаю, что через несколько дней будут доклад о доходах. Все американские компании делают эти доклады раз в три месяца. И на основании этих докладов рынки скачут очень сильно. Иногда, не всегда, но иногда акции скачут сильно. Это было А. А, Б, значит, что импульсная система была красной. Импульсная система перестала быть красной. Она стала зеленой. Но теперь отходим до конца. Покажите весь ход акции. Импульсная система стала зеленой. И третий день, значит, во вторник, вторник, это третий день от правого края. Сегодня четверг, вчера была среда, это вторник. Во вторник акция закрылась. Я просто был в полном... Она мне колоссально нравилась. Значит, ложный пролом вниз, бычья дивергенция МСД гистограммы. И, значит, я был готов покупать. Жена тоже... А, я тоже куплю. Я тоже куплю. Давай посмотрим график. Посмотрели график. Оказывается, значит, после того, как вышли... Я вчера был так занят, что мне не дарол. Не дай так, что руки были полны без нее. Смотрим вечером. Вышло сообщение о доходах. И на гапе цена оторвалась вниз. Импульсная система опять стала красной. И я вот смотрю на такие графики и просто чувствую себя, как солдат, у которого мимо уха просвистела пуля. Вот на 10 сантиметров в другую сторону и получил дугу. А тут она просвистела мимо. Почему просвистела мимо? По удаче? Нет, не по удаче. Потому что солдат хитрый. Солдат говорит, импульсная система не может стоять против меня. И я не высуну голову из окопа, пока не пройдет мимо вот этот тяжелый снаряд сообщения о докладах о доходе за квартал. Вот вышло и то, и другое. И, конечно, ничего покупать я здесь не собираюсь, потому что все мои будущие прогнозы провалились. И это не в первый раз. То есть вот так вот проваливается, проваливается то, чему нужно проваливаться. А то, что остается, вот туда я вкладываю деньги. Вот такая игра. Роман, обратно к вам. Извините, я вас перебил со своим этим Rollins компанией. Нет, мы все закончили с конкурсом, поэтому в оставшееся время, может быть, мы смогли посмотреть как раз на, ну, наверное, на ключевые компании, которые, в принципе, самые дорогие компании сейчас, которые просели, и порассуждать как раз на них, потому что я думаю, что к ним многие присматриваются. Давайте посмотрим на вашем графе, потому что у вас все прекрасно разрисовано. Давайте число посмотрим. Вы слышали про эту компанию? Такая маленькая компания делает электрические машины. Что-то слышал, да. Готово? Открыл? Смотрим на Теслу. Рынок – это как пациент с маниакально-депрессивным психозом. Он то в мании, то в депрессии. И конверты, которые мы накладываем, хорошо продуманные конверты, которые мы накладываем на графике, показывают нам, где мания, а где депрессия. Верхний конверт – это мания, нижний конверт – это депрессия. Это видно и на недельном графике, конечно, для самых больших разворотов, ну, и на дневном, конечно. И мы видим, вот если посмотрим сейчас, мы видим, что на недельном графике был маниакальный эпизод в ноябре 2020 года. Потом дела устаканились немножко, а потом был новый маниакальный эпизод в сентябре-октябре прошлого года. Но это гораздо лучше видно на дневном графике. У нашего пациента, господина Теслы, был маниакальный эпизод. Вот от левого края прямо, да, он вырвался из конверта где-то в октябре 2021 года и долго пребывал в состоянии мании. Одно из моих правил – я никогда не покупаю над конвертом и не карачу под конвертом, ниже нижнего конверта. Естественно, как и любое правило, это иногда приводит к упущенным возможностям. Ну вот в данном случае, конечно, я упустил замечательный взлет от 700 с чем-то до 1200 долларов. Ну, отыгрался потом нападение, конечно. Маниакальный эпизод. Масси-дегистограмма разворачивается вниз. Импульсная система перестает быть зеленой. Она перестает быть зеленой на недельном графике. Тесла падает до уровня ценности, пытается подняться, захлебывается. Пытается подняться и захлебывается очень серьезно. И сейчас Тесла впервые за очень долгое время приближается к зоне депрессии. К зоне депрессии. С моей точки зрения, Тесла – это пузырь. То есть, это компания, насколько я понимаю, с очень хорошим продуктом и с очень таким, можно сказать, с какой-то гениальным хозяином. Но солнечные дни для Теслы прошли солнечные дни, когда она была единственной компанией, которая выпускала хорошие электроавтомобили. Сейчас я могу пойти в магазин и купить очень хороший электроавтомобиль Porsche, предпочитаю ездить на бензиновом. Могу купить очень хорошие электромобили от ряда американских компаний. Я знаю, что вот жена ждет, что Volkswagen выпустит микроавтобус электрический с автоматическим управлением. То есть, жизнь без конкурентов для товарища Теслы закончилась. Все, ее больше нет. Есть какие-то мерки оценки компании по этим меркам, фундаментальные мерки. Тесла переоценена, причем переоценена не потому, что они продают там четыре колеса и руль, четыре колеса и руль, а переоценена, потому что она всеми воспринималась как уникальная технологическая компания. Давайте вычеркнем слово уникальная. И цена Теслы уже не 1200 долларов и не 900 долларов, как она была сегодня с утра, а уже ближе к 800. Жена говорит, как опуститься до 500, я ее куплю. Подожди, может быть, за двузачную цифру сможешь еще купить. Правда? Не знаю, шучу. Что еще вы хотели посмотреть? Можем посмотреть на NVIDIA. Торговали мы и ею. Кстати, насчет Теслы, насколько популярна Тесла. Прочитал на прошлой неделе, что торговцы опционами, что опционы на Теслу составляют по стоимости половину всех опционов, торгующихся в Америке. Для краткосрочного спекулянта это очень хорошая новость, потому что очень легко войти, очень легко выйти. Не надо сидеть и сосать палец кто-нибудь выкупите мои контракты. Вошел и ушел. NVIDIA. Компания выпускает электронные чипы для всяких высоких технологий и очень популярны среди игроков видеоигры. Кроме того, эти чипы используются, насколько я понимаю, для майнинга в биткоине. Смотрим на недельный график. Пациент в прекрасном настроении, с периодическими короткими маниакальными эпизодами, а уже где-то осенью прошлого года у него тяжелый маниакальный эпизод. И как очень часто бывает, я в детских случаях всегда смотрю на индикаторы. Индикаторов очень мало я использую. МСД гистограммы, МСД линии и индекс силы. МСД гистограмма молчит, а индекс силы показывают совершенно замечательную медвежью дивергенцию у верхушки. То есть, тесла поднимается, а индекс силы слабее, слабее, слабее. Для меня это самый лучший инструмент для изучения и принятия решений на основании объемов сделок. Потому что ставить просто этот вертикальный график, объем, 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 он мне ничего не говорит. Стоит такой забор. Ну, пойди, читай его. А индекс силы, который связывает объем с изменением цены, вот такая дивергенция. Смотрим на, какая красота. Смотрим на дневной график. Роман, если вы проведете вертикальную где-то линию, скажем, в ноябре, вот к первому пику с этим хвостом кенгуру, левее, гораздо левее, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Пик хвост кенгуру, да? И посмотрите на силу. Все, оставьте его там. Подвиньте влево на один столбик, чтобы не загораживать этот вот так. Прекрасно. Спасибо. Оставьте. Посмотрите. сильнейший взлет. МСД гистограммы достигают новых высот, индекс сил достигает новых высот. И у нас есть хвост кенгуру. и NVIDIA возвращается к зоне ценности. Совершенно хорошее, нормальное поведение бутчевого рынка. Рынок не может только вдыхать все время. Он должен вдохнуть и выдохнуть. Он выдохнул. Начинается новая ралли. И давайте поставьте, пожалуйста, другую линию за один штрих. Вот так вот, да? Посмотрите на уровень МСД гистограммы на втором пике. Посмотрите на уровень индекса силы на втором пике. Как сказал неуспешный политик средины 20 века, когда я слышу слово культура, моя рука тянется к парабеллуму. Современный крупный политик такими цитатами не говорит. Когда я смотрю на это, когда я вижу такую картину, мои руки тянутся к клавиатуре. Надо коротить. Больше делать нечего. Это прекрасная картина. Красивее не бывает. Не будет. У нас есть взлет на новую высоту, маниакальный эпизод, быки стоят на задних лапах и кайфуют. А я вижу, что силы во второй ралли нет. Крошечный какой-то... Если первый пик был как пик, то на втором пике он как пукнул немножко. И все. И больше ничего. Медвежья дивергенция Моисеи гистограммы, медвежья дивергенция индекса силы. Кстати, Роман, у меня экран ваш пропал. Я не знаю от того, что я двигал по нему мышкой или от вас? У меня на одном компьютере просто пропал. А, окей. Я всегда себя виню, потому что я человек очень нетехнический. Я умею это знать. Ах, не могу повторить анекдот, потому что в приличной компании их не повторяют. Короче говоря, я пользуюсь этим делом, я этого не понимаю. Я не специалист по технологиям. У меня здесь сосед совершенно замечательный высокого класса инженер. Высокого класса инженер. Как он все сетет, как он все делает. А про финансы не бум-бум. Я ему говорю, Уэйн, есть замечательная книжка в Гарнерде вышла, называется Theory of Multiple Intelligence, что коэффициент умственного развития – это не одна цифра, а это разные есть коэффициенты. Есть коэффициенты по языку, по математике, по физическим способностям и так далее. Что касается компьютера, я так очень осторожно к этому отношусь. И если что-то происходит плохое, я сразу думаю, что-то я сделал. Не мог Роман сделать ошибку. Я сделал ошибку. Роман, на вашей вахте я научился более-менее пользоваться зумом теперь. Александр, у нас уже на 2 минуты больше 8 часов. Если у вас есть еще время, может быть, 1-2 акции еще посмотрим. Слово. 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 Как это, влюбленные часов не наблюдают. Очень быстро у нас сегодня прошел. Я надеюсь, что не пусто. Надеюсь, что не пусто. Майкрософт. Кстати, в Калине была конференция ежегодная, и там Майкрософт вышел, в частности, обсуждался. Мне показали на этой конференции, что ваш знаменитый инвестор Томас держит Майкрософт уже 10 лет. И когда вы смотрите на 10-летний график, я не знаю, если вы можете так это дело уплотнить. Сейчас попробуем. Это, конечно, ну вот, примерно, с 2008 года. Вот так вот, да. 15 лет. И они еще докупают его сейчас. Если у вас диапазон, если у вас диапазон еще лет на 5, то можно докупать. Я бы лучше играл на понижение. Этот разговор происходил в то время, когда Майкрософт был выше, когда Майкрософт был выше, возле верхнего конверта. Отсчитываем 5 графиков от правого края. Вот на этом маленьком графике. В этот день происходил разговор про Майкрософт от правого края 5. маленький хвостик киндуруту. В этот день шла беседа. Это, кстати, все есть на видео. Если вы хотите, я вам пошлю. Они записывали, сделали очень приятное видео. Медвежья дивергенция, индексы силы внизу. А вот мы еще сегодня докупили на днях. Я бы стал играть лучше. Я бы на понижение не играл. Но если у вас такой длинный масштаб времени, другая песня. смотрим на дневной график у правого края, Микрософт стала становиться слабее уже давно. Мы видим очень серьезные медвежьи дивергенции МСД-гистограммы, МСД-линии, индексы силы. И произошла очень хорошая коррекция. У Микрософта был депрессивный эпизод. Он еще и на неделе на дневном графике, поэтому сегодня я стал бы его покупать. Но уже поздно покупать, он уже достиг зоны ценности. Но это просто к тому, что покупать надо дешево, продавать дорого. Микрософт давал многочисленные сигналы, прежде чем болеться. А сейчас он базируется и готовится к следующему эпизоду медвежьего рынка. Роман, спасибо вам еще раз за приглашение. Это моя единственная возможность раз в неделю поговорить о душе на русском языке, который я еще не совсем забыл. Спасибо вам, Александр. И пообщаться с умными людьми. Люди присылают хорошие вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. Спрашивают, как покупать, если недельный график красный. Нет, покупать не сейчас, покупать, когда это дело. Я не покупать позже, когда недельный график перестанет красным. Я считаю, что гораздо лучше. Два совета человеку, который никогда не играл на понижение. Совет номер один. Посмотрите все свои акции, которые у вас есть на руках, которые наверняка уже под водой в значительной степени, и поставьте защитную приостановку, поставьте стоп, ниже которой вы ее не будете держать, и отдайте приказ своему брокеру, отдайте приказ своему брокеру, не держите в голове этот цветок, потому что, может быть, еще немножко, не с другой стороны, с 3-4-18, отдайте приказ брокеру, поставьте защитный стоп на каждую сделку. Совет номер один. Совет номер два. Начинайте учиться играть на понижение. Рынок это улица с двухсторонним движением, профессионалы любят, умеют и любят играть на понижение, а любители не очень. Учитесь тому делу, но с одной оговоркой, когда вы начинаете учиться чему-то новому, будь то пилотирование самолета или продажа накоротка, примерно одинаковая степень сложности, то делайте это маленькими деньгами, то есть когда вы учитесь, чтобы вам деньги не затоманивали голову, когда научитесь, начнете поднимать размеры сделок, но когда вы учите сделать это на небольших деньгах, скажем, тот же Microsoft, он стоит где-то использовать, 260 долларов, ну давайте на одну акцию играть, на две, на пять, но не на много, в зависимости от вашего счета, на маленькие сделки, чтобы научиться на маленьких деньгах, а когда деньги настоящие, это не бумажная торговля, но с другой стороны вы учитесь на деньгах, от которых у вас голова не заболит, а когда уже научитесь, то это дело надо увеличивать. Какой совет. Спасибо еще раз за приглашение, очень приятно с вами общаться, Роман с вами особенно, и жду нашей встречи теперь уже в феврале. В феврале. Спасибо большое, Александр, всегда рады с вами пообщаться, поговорить о рынках. Спасибо вам большое, тогда не будем вас задерживать, у меня еще будет пара минут, я расскажу про индикаторы, про конкурс, а с вами тогда увидимся через месяц. На русском языке у нас будет 23 февраля, насколько было. Это как раз ваш праздник, как мы выяснили сегодня. Да, у меня отец был в военно-морском флоте официально, так что праздник хорошо знаком. Всего хорошего. Всего доброго, Александр. До свидания. Уважаемые участники, сейчас также расскажу про конкурс, во-первых, по поводу индикаторов. Те индикаторы, которые мы демонстрировали сегодня, они доступны для клиентов Admirals, и для того, чтобы их как раз запросить, необходимо написать на почту elderdisc собак камерамаркес.com. Сейчас я в чат ее приложу, ну а те, кто будет нас смотреть в записи, в описании этого видео на YouTube канале оно присутствует. Ну и те, кто смотрит нас на YouTube, не забывайте ставить лайки. Соответственно, эти индикаторы доступны всем клиентам при счете от 200 евро, может быть инвестиционный счет, может быть трейдинговый счет. Когда вы отправляете запрос, мы вам в ответ пришлем индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке. Ну и собственно вот эти вебинары вы можете использовать как то, на чем можно учиться, потому что как мы сегодня рассматривали сделки, которые присылали и которые по итогу были убыточны, есть определенные вещи, на которые стоило обратить внимание и возможно не входить в эту позицию. Поэтому здесь вы могли бы разбавить как раз свою торговую систему, использовать часть индикаторов Александра, если уж не полностью. И теперь про конкурс. Еще раз расскажу правила про конкурс, чуть подробнее, видел вопросы по Тесле были. Соответственно, что нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть книгу с автографом Александра? Нужно подписаться на YouTube-канал Admirals, на котором вы увидите это видео, поставить лайк под видео, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Это может быть американский рынок, может быть европейский рынок, может быть какой-то другой инструмент, нефть, валюта, все, что вам подходит и кажется перспективным. Для того, чтобы сделать запрос на сделку в конкурс, нужно написать инструмент, то есть по какому инструменту, цена входа, стоп-лосс, тейк-профит и дата поста или дата сделки. Пожалуйста, указывайте это в комментариях, потому что, когда вы не указываете дату, мы берем ближайшую сделку, соответственно, с момента предыдущего вебинара и следующего вебинара. В каких-то моментах она может закрыться по стоп-лоссу, в каких-то моментах может отработать положительно. Поэтому, пожалуйста, указывайте либо дату вашего поста, либо дату входа. Ну и, соответственно, сделка должна сработать в период с 28 января, то есть это завтрашний день до 23 февраля, когда у нас будет следующий вебинар. Даже если сделка сработает в один день, это подойдет, но она должна быть закрыта как раз в этот период. И, соответственно, предпочтение отдаётся тем сделкам, которые закроются по тейк-профиту. Если таких сделок не будет, то мы будем смотреть уже по тем, по которым есть плавающая прибыль. И, конечно же, комментарии нельзя редактировать. Это важно, потому что нельзя изменять сделку, соответственно, после. То есть если под вашим постом будет указано, что комментарий был отредактирован, или она была сделана уже сильно после той даты, которую вы указали, то такие сделки, конечно, приниматься не будут. Это джентльменский конкурс. Конечно, мы ожидаем, что для вас этот момент будет наиболее, скажем так, получить возможность выиграть книгу с автографом Александра. И мы считаем, что вы на этих сделках можете заработать гораздо больше, предполагаем. Поэтому здесь этот джентльменский конкурс, пожалуйста, относитесь к нему с интересом. Мы принимаем все заявки. Ну и, соответственно, ваши вопросы также оставляйте под этим видео на YouTube-канале. на русском языке я сейчас также ссылочку приложу. И эти вопросы также я передам Александру уже на следующий вебинар, чтобы мы их могли разобрать. Как видите, не всегда хватает времени на все, поэтому будем стараться это разбирать. С моей стороны, это все. Всем желаю хорошего вечера, хорошего месяца, хорошего года, так как у нас первый вебинар в этом году. Увидимся на наших и других вебинарах. Всем спасибо большое. Те, кто смотрит на YouTube, не забудьте поставить лайк, оставляйте комментарии и увидимся в феврале. Спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok